Сегодня завершающей темой нашего разговора, начато два выпуска назад, станет асфиксия, удушья, возникающие при сдавлении или закупорке дыхательных путей, и операция по наложению трахеостомы, как способ ее устранения. Здравствуйте, мои хорошие! Различают асфиксию механическую и токсическую. Механическая асфиксия развивается вследствие прекращения или резкого ограничения доступа воздуха в легкие. Здесь причиной могут быть механические препятствия доступа воздуха в дыхательные пути при сдавлении их извне, например, удушении, или значительном их сужении. Последнее может быть вызвано воспалительным процессом, например, дифтерия, отеком гортани, западанием языка при ранениях челюсти, во время наркоза или при других бессознательных состояниях, опухолью, спазмом голосовой щели или мелких бронхов. Часто причиной асфиксии может стать закрытие просвета дыхательных путей в результате вдыхания пищевых и рвотных масс, крови, воды при утоплении, попадания различных инородных тел и тому подобное. Токсическая асфиксия развивается в результате воздействия химических веществ, резко угнетающих дыхательный центр, нарушающих дыхательную функцию крови, дыхательных ферментов, парализующих дыхательную мускулатуру. Асфиксию вызывают также некоторые отравляющие вещества, удушающего и токсического действия. Симптомы асфиксии зависят от ее причины, но основные признаки асфиксии все же сводятся к невозможности человека сделать полноценный вдох. При острой асфиксии, например, возникшей при удушении, дыхательные движения судорожные, лицо приобретает синюшную окраску, теряется сознание, возникают судороги. Также возможны непроизвольные мучеиспускания и дефекация. В случае неоказания медицинской помощи остановка сердца наступает через 2-3 минуты. При постепенно нарастающей асфиксии, возникающей, например, из-за закупорки дыхательных путей инородным телом, отдыхание вначале становится редким, глубоким, хриплым или свистящим. Слышны дыхательные шумы. Затем дыхание учащается, становится поверхностным, аритмичным. Пульс учащается. Артериальное и венозное давление повышается. Наблюдается головокружение и потемнение в глазах. Дальше пульс замедляется, сознание теряется, давление падает, появляются судороги. Затем наступает остановка дыхания. Первая помощь при асфиксии заключается в устранении вызвавших ее причин и поддержании функции жизненно важных органов. При аллергическом отеке гортани нужно немедленно вызвать врача. А до этого принять антигистаминный препарат. Димедрол, супрастин или тавигил. При приступе бронхиальной или сердечной астмы больному нужно обеспечить приток свежего воздуха, поместить его ноги в емкость с горячей водой по щиколотке или использовать грелки. Поставить горчичники на груди и на спину ниже лопаток. Дать принять иофилин. При насильственном удушении тело пострадавшего нужно как можно быстрее освободить от предметов, не позволяющих ему дышать, а вызвать врача, дать питье. Если вы уверены, что ребра целы и легкие не повреждены и удушение коснулось только шеи. При наличии препятствий для прохождения воздуха в легкие их устраняют. Удаляют инородные тела, распускают сдавливающую шею петлю, удаляют жидкость из дыхательных путей при утоплении и так далее. Удаление инородного тела из верхних дыхательных путей больного с неповрежденной грудной клеткой может способствовать последовательное проведение двух приемов, имитирующих кашель. Если пострадавший в сознании и дыхание резко затруднено, встаньте за его спиной, обхватите руками и прижмите их к средней части живота, на уровне чуть выше пупка. Быстрым толчком, направленным вверх, резко сожмите грудную клетку 4-5 раз. Продолжайте до тех пор, пока инородное тело не будет извлечено и пострадавший не начнет дышать. Если пострадавший без сознания, положите его на пол, на спину. Сядьте верхом на бедра, положите основание ладони чуть выше пупка, так чтобы пальцы одной руки были направлены в сторону головы пострадавшего, а другую руку положите поверх первой и пять раз надавите на живот быстрыми толчкообразными движениями, направленными вверх. В результате проведенных методов инородное тело может сместиться из верхних дыхательных путей в полость рта, откуда его извлекают. Затем переходит к проведению искусственного дыхания рот в рот или рот в нос. Если прекратилось не только дыхание, но и сердечная деятельность, то есть наступила клиническая смерть, наряду с искусственным дыханием необходимо проводить непрямой массаж сердца. Если эти приемы не приносят успеха, то для спасения жизни требуется срочное проведение трахеотомии или коникотомии. Трахеотомия разрезание трахеи – это неотложное оперативное вмешательство при механической асфиксии, а также при тяжелых расстройствах дыхания, вызванных другими причинами. Трахеотомию делают либо в клинике, либо в экстренных ситуациях при невозможности выполнить коникотомию. Коникотомия – это разрез гортани выше трахеи, выполняется в узком анатомическом пространстве между щитовидным и перстневидными хрящами. В этом случае может понадобиться помощь находящихся рядом людей при фиксации пострадавшего и при подборе наиболее оптимального подручного средства для осуществления режущего прокола. При подборе средств для прокола следует ориентировать окружающих на пирочные ножи или маникюрные принадлежности, имеющие заостренный конец, ножницы или пилочки для ногтей, так как они чаще всего имеются в наличии. Прокол можно осуществить и ручкой, но только перьевой. Попытка прокола тканей шариковой ручкой вызовет перелом хрящей, отек и лишь усугубит ситуацию. Пострадавший должен быть уложен и по возможности зафиксирован. Выполняющему вмешательство следует опереться на одно колено. Человека укладывают на спину в полулежачем положении, перед оказывающим помощь так, чтобы его голова располагалась на его левом колене. Локтем левой руки фиксируется голова пострадавшего в запрокинутом положении, и кистью этой же руки защищается операционное поле от рук пострадавшего, так как находясь в состоянии аффекта, тот может оказывать противодействие. Для определения места разреза или прокола тканей нужно пальцем правой руки прощупать ориентиры шеи от подбородка вниз по средней линии. У многих людей, особенно у мужчин, верхний край щитовидного хряща хорошо виден, а по наличию на нем вырезки, даже без прощупывания. Ниже щитовидного хряща определяется перстневидный хрящ. Ямка между этими хрящами соответствует щитоперстневидной связке, мембране. Подручное средство, например, перочин и нож, следует устойчиво зафиксировать в ведущей руке указательным пальцем. Указательный палец фиксируется на инструменте на расстоянии одного сантиметра от колющей поверхности. Так он не даст погрузиться инструменту глубже, чем задумано, и привести к повреждению задней стенки гортани или трахеи. Ось подручного средства должна быть направлена перпендикулярно поверхности кожи, а его плоскость расположена горизонтально. Коникотомию следует выполнять в поперечном направлении. После выполнения прокола следует пальцами раздвинуть и зафиксировать края кожной раны. В таком положении, раздвинув пальцами края раны, следует дожидаться прибытия скорой помощи. При этом прижатие краев раны к хрящевой основе предотвратит возможность воздушной эмболии и обеспечит остановку кровотечения и срединной вены шеи, если таковая была повреждена в процессе прокола тканей. Оставлять трубку в ране в качестве свища не рекомендуется, так как ее смещение может привести к повреждению голосовых связок, а сама она осложняет процесс дыхания за счет увеличения мертвого пространства. К тому же трубку эту придется придерживать рукой, чтобы она не упиралась в заднюю стенку гортани и по ней было возможно продвижение воздуха. Если вы стали свидетелем асфиксии, не бездействуйте. Первая помощь должна быть оказана немедленно. Помните, после остановки дыхания и сердцебиения уже через 5-6 минут в коре головного мозга возникают необратимые изменения и человек погибает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова